После изучения информации для прошлого ролика у меня скукожился мозг. Я сейчас прохожу реабилитацию, мне противопоказано изучать что-то, кроме интересных быстрых фактов, которые ты бы никогда не загуглил. Как же хорошо, что у меня для этого есть целый формат. Приготовьтесь поднимать себе настроение, обучаться, удивляться и говорить. Что? Давайте разгоночную. Вы наверняка хоть раз натыкались на фотографии рыбы-удильщика. Стремная глубоководная чушь, которую не хотелось бы увидеть в реальной жизни. Но как насчет еще одних удильщикообразных, которых называют морскими жабами? Ничего особенного. А как вам тот факт, что они умеют ходить? Прямо ходить. Что? Да, чтобы передвигаться по дну, они научились использовать свои плавники, которые похожи на ноги. Такси менят лапками, да? Тут подходит любая музыка. Веселая. А может страшная? Оно идет за тобой. А потом уплывает. Чего только природа не придумает. Например, людей, которые пытаются эту природу испортить всеми доступными способами. Ну, кстати, вот, если посмотреть на эту рыбу, можно увидеть прямую иллюстрацию того, что если бы русалки все-таки существовали, им было бы не обязательно быть с хвостом. Сейчас поймете. На этой фотографии вы видите полтора миллиона одновременно запущенных воздушных шариков в городе Кливленд. Хера. Масштабно, да? Только речь не совсем о них. Этот рекорд Гиннеса... ...потенциальная экологическая катастрофа. ...привел к экологической катастрофе и даже к нескольким смертям. Что произошло? Однажды благотворительная организация под названием United Way, которая занимается улучшением жизни людей в области здравоохранения и образования, решила организовать одно мероприятие. Balloon Fest 86. И маленький Джон в передо мной самое большое событие. Хорошо, спасибо, Джон. И у нас есть настоящая история, чтобы вам рассказать. С его помощью компания хотела собрать средства и в довесок установить мировой рекорд по одновременному запуску воздушных шаров. И, как видите, рекорд они сделали. Выглядит как рой какой-то. Получили ли они деньги? Ну, как вам сказать? Началась подготовка. Были собраны сотни добровольцев, подготовлены баллоны с гелием. И спустя время все полтора миллиона воздушных шаров были готовы и ждали своего часа. 27 сентября 1986 года люди собрались на главной площади города. Начался обратный отчет. Все шары устремились в воздух под бурные овации. Было бы весело, если бы не было так грустно. Выглядит, конечно, эффектно и страшно. Ну, я, по-моему, про это читала когда-то. И я просто недоумевала, кому вообще такая глупость в голову пришла. Ну, я так понимаю, шары имеются в виду экологическая катастрофа из-за того, что сами по себе шары это пластик? Или же потому что гелий выйдет в атмосферу? Ну, сейчас увидишь. Судя по всему, организаторы фестиваля забыли посмотреть прогноз погоды, потому что как раз в этот день планировались дождь и прохлада. Такие погодные условия мешают полету шаров, поэтому, поднявшись в воздух, они чуть ли не сразу устремились вниз. Весь город был ими усыпан. Дворы домов, автомагистрали, аэропорт и взлетно-посадочная полоса, отложив на несколько часов все рейсы. Шары покрыли собой озеро Эри. Может, выглядит и красиво, но есть одно но. Накануне на это озеро отправились двое рыбаков и не вернулись домой. Их семьи забили тревогу, заявили о пропаже. Поисково-спасательная бригада отправилась туда, чтобы найти мужчин, но в этот момент эти шары ярости опустились на озеро и не давали спасателям выполнять свою работу. Сука. С вертолета ничего не было видно, поэтому операцию пришлось отложить. Да, рыбаков, к сожалению, спасти не удалось. Позже их тела выбросило на берег. Вот такая вот... Жесть. Ну да, и никогда не узнаешь, виноваты в этом эти шары и то, что их не смогли вовремя найти, либо они уже в то время, скорее всего, утонули. Насколько я знаю, после этого инцидента какие-то ограничения на такие мероприятия установили. Ну, правильно. Ну, вообще, как-то я считаю, что это пипец было недальновидно. Я понимаю бы, если бы это было где-то еще в начале 20 века, так это же было в 86 году. Как бы люди же должны были на тот момент соображать, каким последствиям это может привести. Ну, либо подготовиться гораздо более тщательно и действительно посмотреть за погодой. Все равно само мероприятие по себе сомнительное. Ну, так-то по факту да, они бы взлетели, и один хрен они бы начали приземляться. Просто, возможно, в большем количестве разлет их было. Я еще задумалась о том, что они могли помешать, допустим, если бы они даже не опустились, мелкой гражданской авиации, например. Ну, они бы могли помешать летающим птицам, летающим, ну, птицам, самолетам, да, гражданским самолетам, которые будут летать ниже. Количество жалоб на загрязнение озера, причинение вреда окружающей среде, местным животным и дикой природе. В общем, эта благотворительная организация тратилась на решение судебных вопросов и очистки города, и в итоге потерпела огромные убытки, собирая... деньги. Что за ирония? Конечно, организаторам этого фестиваля не удалось выйти сухими из воды. Семьи погибших подали в суд на компанию и выиграли. Было принято решение, что если бы не шаровая катастрофа, мужчин бы удалось спасти. Как по мне, конечно, не факт. Но если бы не шары, они хотя бы попытались. Веселая рыбка, потом такой мрачняк. Присаживайтесь на эмоциональные качели, тут такого много будет. Помните эту штуку? Да. Мы ее называли пружинка, весело проводили с ней время. Мы рады скачать. Пустя годы... Такая херня. Ее прикол был только в том, что ее можно было с лестницей херануть. А еще легко можно было ее перепутать, а вот распутать не очень легко. О, да! И она становилась непригодной. Да, у меня была такая штука, я помню. У меня тоже была. Я еще и носила ее как браслет. Ну просто дома, естественно, баловалась. О-о-о-о, модница малолетняя. Не кажется прям веселым. Наверное, даже жалею о потраченном времени в детстве. Но, кто из вас вообще мог знать о том, что это военная технология? Что? Что? Ха-ха-ха-ха! Он много экспериментировал, использовал пружины разного размера и натяжения, чтобы подобрать идеальную. Весь его рабочий стол был завален разными экземплярами. Как вдруг одна из пружин упала на пол и начала перекатываться. Банальная история, я знаю. Он мог ее и выдумать. Но что поделать? С этим открытием Ричард побежал к своей жене, чтобы показать ей ходячую пружинку. Оценив потенциалы этой штуки, они придумали ей название и в 1945 году отправились в магазин на презентацию своего изобретения. Их ждал успех. Игрушка тогда была, кстати, железная и произвела фурор. Но, несмотря на это, спрос на нее то падал, то повышался. У нас она вообще только в 90-х стала актуальна. А почему? Потому что в 95-м году выходит «История игрушек». Если помните, там был такой персонаж Спиралька. В английском переводе его звали Слинки, и понятно почему. Так вот, благодаря этому персонажу спрос на эту игрушку стал просто бешеным по всему миру. Хера себе. С ними даже трюки какие-то делают. Играли с военной технологией США. Это точно план по контролю разума. Зато сколько радости. Правильно говорят? Все гениальное просто. И вот еще один пример. Наверняка каждый из вас слышал о знаменитой тюрьме Алькатрас, с которой связано много историй. Там содержались опасные преступники, склонны к побегу. Страшно вообще представить, какие жесткие были условия. Вот, например, приготовьтесь. Они, в отличие от других тюрем, в то время могли несколько раз в неделю принимать теплый душ. Стоп. Что? Да. Исходя из информации, которую я нашел на сайте... У срочников такой роскоши нет. Один раз в неделю повезли, повели в баню, а остальные, не выкручиваясь, как хочешь. Не, ну, типа да, но в то же время у нас, в первой части, где я служил, был этот... Санузел хороший, у нас душ был. Ну, так это контрактная была часть, преимущественно. Да. Ну, опять же, да, типа, ну, в какое-то время у нас был доступ к этому душу, особенно летом, каждый раз, тупо ты пошел на спортзанятия, все дела, пропотел, как свинота, пришел, искупался. Ну, потому что... Чтобы не ходили, не воняли. У Рома, когда служил в Бурятии, у них банально было нечем себе нормально, это, уши почистить. Ну, да, во второй части... И ходили они грязные постоянно. Где в Майкопе я был, то там, да, там раз в неделю. Нет, ты, конечно, мог всегда взять, там был шланг, подсоединенный к раковине, и ты мог просто взять и помыться холодной, горной, водой, ледяной. Голову я мыл. Моешь такой, буквально через 20 секунд у тебя череп такой просто, ты не чувствуешь кожу головы. Я пробовала холодным душем мыть голову, если тело еще как-то можно быстренько обмыть, то когда черепушку моешь, это когда голова начинает болеть. Нет, у нас вроде не такая холодная, хотя иногда тоже бывает очень холодная. Этах первых попавшихся, где пруфов нет, потом нашел в газетах, старых книгах, а потом говорили на National Geographic, и во время экскурсии тоже об этом говорят. Так что, да, скорее всего, в душевых знаменитой тюрьмы Алькатрас вода была теплой. Но не для того, чтобы заключенным было комфортно, совсем нет, там были ужасные условия, просто это грамотно спланированный ход. Все дело в том, что остров, на котором расположена тюрьма, окружен холодными водами залива Сан-Франциско. Сбежать оттуда, в принципе, было безумно сложно, но если вдруг счастливчику удалось выбраться из здания и пробраться к побережью, его ждала очень холодная вода. Сотрудники тюрьмы надеялись, что привыкшие к теплой и комфортной воде заключенные, лицом к лицу столкнувшись с холодной водой залива, как минимум будут к этому не готовы и замерзнут нахрен. Ну, кстати, разумно, прикольно, интересно придумали, ловко. Это ты знаешь, как это, посреди жаркого лета, после первых пару дней отключения горячей воды, тебе уже лень греть воду на помыться, и ты, если надо по-быстрому обмыться, то ты просто идешь и из душа обмываешься. Потому что холодная вода не такая холодная. Да, а потом уже до самого конца, до самого включения, в принципе, моешься этой водой. В этом году это не могло работать, потому что отключили, когда было холодно. Да. Умно, конечно, только некоторым все равно получалось убежать каким-то образом. Да, прием с душем работает безупречно. Еще вопрос? Хорошая погода, это прям кайф. Мне очень нравится лето, но в нем есть один минус. Гребаные насекомые, особенно летающие. Ставь жизу, если лайк. Да отвали, пчела, гребаная. Это не пчела, она же синяя. Наверное, это навозная муха. Сам навозная муха. Есть некоторые виды пчел, которые непривычного желто-черного окраса, а синие-черные. Вы только посмотрите на этих маленьких красивых милашек. Выглядит как фотошоп, но нет, не в этот раз. Очень сильно. Отличаются они от своих собратьев. Люблю оттенки синего, глубокие. Ну, мне вообще показалось, что она сначала фиолетовая, но да. Она все-таки синяя. Комары, фигня по сравнению с мошками. У нас в последние годы были нашествия мошек, которые мелкие были и кусали так, что потом огромные шишахи вскакивали. Ты об этих, а я думал, ты о тех, которые у нас роятся все время, всю мою жизнь. Вот эти, знаешь, которые, когда там весна начинается или весна заканчивается. Ну, короче, в то время, когда ты выходишь на улицу, этих мошек настолько, что где бы ты ни шел, они тебе летят в лицо. Их прям рои целые. Они не кусаются, но очень мешаются. В глаза залетают, тебе уж точно. В глаз, в горло, лепятся на губы накрашенные. На одежду садятся, просто вот. Я не помню просто, в какой у нас это период, но у нас это каждый год, сколько я себя помню. Всегда они есть. ...не только светом, но и тем, что они эффективнее при опылении и гнездятся в земле. Это интересно. Их только сейчас начинают изучать. Если вдруг живете в Штатах, где они обитают, ни в коем случае не убивайте. Эти милашки супер редкие. Спасибо. Может, еще молнию сюда? Ха-ха-ха-ха. Надо было прогноз погоды посмотреть. Зато в тему будет рассказать интересный факт. Синие пчелы, конечно, редки, но не такие редки, как большие извержения вулкана. Слазброски. Да, именно. Иначе у нас бы жизнь на планете пошла бы по одному месту. Ну да, смотришь на вот эту херню, это реально какой-то ад. Я просто как-то очень впечатлилась, начитавшись про вулканы, которые из них спящие, которые погасли, которые потенциально могут извергаться, которые действующие. Про движение литосферных плит и настолько преисполнилось, что такая думала какое-то время, скоро апокалипсис, скоро апокалипсис. Один его вулкан проснется и нам пизда, нам пизда, пизда нам. Красиво, но страшно. Круто, да? Видели молнию? Это просто, этот, Зевс с Гефестом закусились по пьяни. И звезданулись в вулкан, да? Ну нет, в смысле, Гефест, он же ответственен за вулканы как раз-таки, а Зевс с молниями. Я понял, о чём ты. Ну вот. Круто, да? Видели молнию? Это очень редкое и невероятно красивое зрелище называется грязная гроза или вулканическая молния. Её можно увидеть во время крупных извержений вулканов, когда из жерла вырывается огромное тёмное облако. Механизм возникновения молнии такой же, как в привычных облаках. Во время обычных гроз в облаках сталкиваются кристаллы льда. А во время извержения вулкана электрические заряды накапливаются в облаке из-за столкновения частиц. Пепла. Можно я задам один очень личный вопрос? У меня у одного извержения вулканов ассоциируется с извержением только в другом, более популярном месте. Не в смысле, что моё место какое-то особенно популярное, а в смысле, что ты видишь это чаще, чем вулкан. Ну, не прям видишь, конечно. Что я несу? Он про пердёж? Я не знаю. Я не знаю, что он несёт. Я пыталась догадаться, но мне не вышло. Ну, судя по всему, это я по самому понял, что... Что это, что я несу действительно, что? За подводку, извини, но речь будет про туалетный юмор. Любите? Если раньше в комедиях детства это было на постоянке, то сейчас это табуированная тема. Я до сих пор не понимаю. О, фалтизный юмор. Самое тупое в нашей жизни является самым смешным. Главное, баланс соблюдать. По мне, смешные как раз люди, которые стесняются того, что они могут ходить в туалет, и из-за этого у них всякие курьезные ситуации возникают. Типа, стеснялась мужа и свекровь насрала в кастрюлю на балконе. Вот это вот. Главное, типа, жила с парнем, и когда хотелось по-большому, либо ходила, когда его не было дома, либо выходила из дома и шла в ближайший мак. Пытается дурновкусием. Кажется, люди до сих пор не поняли, что это нечто большее. Согласны? Те, кто любят во время пердежных шуток делать, то я вам сейчас не завидую, снобы. Да что вы вообще понимаете в большом искусстве? На самом деле, весь этот грязный сортирный юмор пошел еще из древности. И людям это было смешно и искренне. Шумеры 4000 лет назад, например, да, философы в пятом веке до нашей эры, в средневековье много писали таких шуток. Но, кажется, всех переплюнули японцы. Перед вами древний свиток периода Эда, на котором изображена пердежная война или война при пердежах. Что? Я тоже охренел. Вы вообще видели, что они творят? Пробивают стены. Ты за три там голый бегает вообще полностью. Откидывают кошек, переворачивают лошадей и разрушают целые постройки. У некоторых получается отразить атаки, но все равно это ужасное зрелище. Но больше всего, конечно, меня удивила вот эта вот осадная катапульта из пердежа. Ставь лайк, если каждый день дома устраиваешь такое фикальное побоище. Но вас, наверное, интересует, что это вообще такое и какой псих это придумал. Начнем с того, что такой битвы не было в реальной жизни. На жаль. Я посмотрел. Во-вторых, эти свитки... Желательно очень издалека. А то запах там явно такой себе. Светки называются хэгасэн. Я бы назвал их газин. Понимаете, почему я? И это просто японский прикол. Но когда газеты начали распространять это высокое искусство, они сопровождали это припиской о том, что японцы в то время таким образом проявляли ксенофобию. И вот такое вот отношение к иностранцам. Типа сатира. Но исследование назвало это бездоказательным пердежом в воздух. И что, вероятнее всего, конкретно эти изображения к ксенофобии не относятся. Просто вот такой творческий юмор, относящийся к окоэ. Это такая древняя японская эстетика юмора и нелепости. Тем более, существуют свитки, которые относятся к другому времени. И там тоже все пердят. Видите этот выпердыш? Конкретно он направлен в небо, что как бы обозначает неоднородность бытия и олицетворяет проблемы с поставками фруктов. Видите же? В общем, есть ощущение, что мы пытаемся придумать смысл пуком там, где его нет. Может, они просто угорали? А может, это правда было высмеивание? Сейчас, если честно, уже и не выяснить. Зато теперь вы знаете, что японцы умели высокий юмор. Хотя сейчас ничего не поменялось. Чему удивляться японские телепередачи? Ну да, японские телепередачи, у них еще тот трэш. Ты еще и поновее есть. Что-то похоже, я уверена. Как по мне, он... Все. Факт закончился. Как по мне, он самый прям лучший. Но найдутся и те, кого он будет раздражать. И пусть. А знаете, что меня раздражает очень сильно? Что в кинотеатре люди не могут закрыть свой рот и мешают мне обсуждать фильм с моими друзьями. Мы так давно не были в кинотеатре, что ты комментировал фильм. Забыв, что мы вообще-то не на реакционном стриме. Да я не громко его комментировал. Обычно, нормально. Там же все очень громко. Там люди были слишком близко. Да не было. Там людей почти не было. Да, но которые были, они были близко. Нормально, все было. Ты просто слишком переживала. Но если серьезно, то шум в зале всегда был проблемой. Никому бы не понравилось, если бы грудной ребенок начал хныкать на весь зал. Поэтому родителям надо выбрать... Мне не нравится, что люди не знают, что такое регулировка яркости в телефонах. И достают свои телефоны с нижних рядов. Светят мне в хлебало. Кино. Это меня больше раздражает. День куда-то скинуть отпрыска и пойти расслабляться. В Австралии, в Мельбурне, есть один кинотеатр, который называется Sun Theater. Он был основан в 1938 году. И у него раньше была одна уникальная фишка. Когда кинотеатр открылся, он был очень популярен. Даже считался самым роскошным в районе. Конечно же, люди выстраивались толпами, чтобы попасть туда. И даже семьи с младенцами хотели попасть на сеанс какого-нибудь фильма. Но, понятное дело, с младенцами нельзя. Зато была специальная комната, где на время сеанса родители могли оставить малыша спать в коляске. Было бы совсем тупо, если бы его просто оставляли, но нет. Там давали талончик, как на одежду. И самое крутое, что когда младенец начинал плакать... Создаешь младенца, как одежду. Где-то на экране высвечивался его номер. Номер 34. До чего дошел прогресс. А потом ушел. Сейчас ведь такого нет в кинотеатрах. Кстати, о них. Не знаете, что посмотреть на выходных? У меня есть для вас рекомендация. Кокаиновый медведь. О, я его добавил, и я Насте говорю, давай посмотрим. Настя такая, это смотреть только с Сережей. Недавно вышла такая трэш-комедия, основанная на реальных событиях. Если вы его посмотрите, то у вас возникнет законный вопрос. Это дичь реально произошла? Серьезно, обдолбанный медведь всех убивал вокруг? Нет. Разумеется, нет. Как и все, что снимают на реальных событиях, правда имеет под собой не больше, чем начало истории. А вот что реально произошло. 1985 год. Офицеры из управления по борьбе... Я вообще думал, что это откровенно стеб, просто стебный стеб. ...с наркотиками Эндрю Торнтон в итоге стал сам их продавать. Такая вот незаурядная история. И однажды они перевозили с напарником огромную партию белого порошка на самолете. Включили автопилот и направили в Атлантический океан. А сами спрыгнули... Мне кажется, просто этот фильм, как часто бывает, как говорится, творческое размышление на тему, а что было бы. Ну, сейчас узнаем. ...мешками полными контрабанды... Включили автопилот и направили... Ну, да, я же говорю, сейчас и узнаем. ...в Атлантический океан. А сами спрыгнули с мешками полными контрабанды на десятки миллионов. Жадность Эндрю сгубила. Парашют не раскрылся и он... ...самолет не долетел. ...звучит уже как... Неправильно в Средиземье защищали Гондор против форков. Надо было им поесть перед битвой Бобовых, Перловки и защищать Минастерит. Еще редиски сверху херануть. Интересная история, но не все так просто. Не вся контрабанда была найдена сразу. Через пару месяцев был обнаружен черный медведь, который случайно нашел недостающую партию и... ...сожрал ее. Приход медведя представили? На самом деле ученые не уверены, что приход вообще мог быть. Скорее всего он умер после употребления всего 3-4 граммов. И теперь его чучело выставлено в торговом центре. Некоторые не уверены, конечно, что это прям вот тот самый медведь. Но кому не плевать. Вся история, конечно, ужасна, спору нет. Но как прозвали этого медведя, мне реально прям нравится. Готовы? Снежный медведь или Пабло Эскобир? Ну да, получается, фильм взял чисто завязку. Мне просто это, ты говорила насчет того, что придумали и прочее, и прочее. Такой думаю, блин, я хочу узнать, что было-то на самом деле. Я, понимаешь, я и не знал, что я скачал. Такой думаю, ну какой-то трэш. А это трэш-хоррор-комедия получается. Блин, Топа сделал ту же ошибку, что делала я. Он назвал медведя пивом. Бывает. Он не bear, а bear сказал? О, вы. Снежный медведь или Пабло Эскобир? А он, по идее, Эскобир, да? Бир, да. Ну, ёванный имидж. Лучше уже не будет. Точно. Заплакал сейчас. Лицо ФБРовцев, расследовавших дело, представили? А вот и отчет ФБР. Но это уже другой факт. Просто переход такой прикольный. Это расследование на 119 страницах. Выглядит все очень секретно, и наверняка это что-то серьезное. Так и есть. В 60-х существовала группа The Kingsmen. Обычный рок-н-роллчик, ничего такого. Послушайте. Видимо, название группы и взято за основу фильмов. Что? Ничего не поняли? Ничего страшного. Никто не понял. Песня называется «Луи-Луи», и текст в ней спят так, как будто они в усмерти пьяные завалились на студию и начали... Ну, петь это называется. Меня раздражает современная манера пения во многих пуп-песнях российских. Потому что даже неплохие вокалисты такое ощущение, что они реально под чем-то и жуют прям слова. И ни хера непонятно! Можно же спеть с четкой артикуляцией? «Пожалуйста, раз вы поёте на родном языке, и слова должны быть разобраны, должны быть разборчивы!» Неверно. Это как будто, знаешь, даже те, кто раньше пел нормально, они сейчас как будто вот эту манеру заимствуют и начинают пережёвывать. Неверно. Просто понимаешь, так обычно разговаривают люди с алкогольной энцефалопатией, которые за панфуриком пришли в аптеку. У меня только такие ассоциации. Ну да. И поэтому, когда люди говорят о том, что вот в песне слова важны, ну поверьте, не только я считаю, что не всегда особо они важны, раз вот такие исполнители существуют и они популярны. Звуки как будто кого-то пытают. Нет, вообще таким образом частенько записывают что-то вроде предема, когда слов нет, а мелодия уже в голове выстроилась какая-то. Да я понял. И как бы вокальную партию, примерную, таким же образом записывают, когда нет слов. Да, я зануда, грёбанно, извините. Я просто шутил. В общем, люди подумали. Ну чё, не понял. Ну это реально больше. Если я ничего не понял, значит там что-то плохое. Звони копам. Жизненно? Ну в общем, да, они нажаловались, ФБР начали расследование и выяснили ужасающие подробности. И оказывается, песня настолько всрата была записана или спета, что ничего не понятно на любой скорости. При дальнейшем изучении было решено, что в ней ничего плохого нет. И хорошего тоже. Достойное расследование, которое длилось два года. Спасибо, ФБР, что разобрались, что слушать, а что нет. Как без вас люди раньше жили. В 1905 году солдат Джо Мунг тоже решил немного кайфануть. Ушел с военной базы и направился прямиком в салун, нажрался как скотина и начал дебошь. Этот кринж увидел полицейский, офигел с того, что человек в форме такой вытворяет и арестовал. На следующий день суд приговорил Мунга к 30 дням тюремного заключения. Но его адвокат подал апелляцию, тем самым сократив его срок. Вы сейчас нахрен не поверите. Ровно до одной минуты. Судья хотел его наказать, но 30 дней было слишком. Поэтому, да, его доставили в тюрьму, завели в камеру, подождали минуту и... Выпустили. Че, блядь? На формальности-то были собрётины. А, блядь. Ты просидишь здесь до конца своей минуты, понял? Попытка побегать! 10 секунд изолятора! Сука, меня восторгали! Отс... Сидеть за 60 секунд. Смотрели такой фильм? Изоляторы! Сука, меня восторгали! Спасибо за донат. Я попытался послушать недавно 500 фамилы то, что они сейчас поют и вспомнил песни из прошлого. Короче, я не понял ни слова из новых песен. Как говорится, ничего не понял, но очень интересно, лол. А, то есть, я не одна такая. Ну да. Которого выбешивает этот мяукащий стиль зажёвывания лирики. Нет, оно иногда может неплохо звучать, но не вся песня и далеко не всегда. Я бы сказал, это редкость. Сидеть за 60 секунд. Смотрели такой фильм? Ну, за 30 дней он, в принципе, имел шанс образумиться. Но за одну минуту такого точно не произошло. Поэтому через год он на борту корабля устроил драку со своим сержантом. И его застрелили в целях самообороны. Мораль в чём? Охуенная самооборона. Ну, есть некоторая закономерность, что когда человек действительно легко отделался, рецидив не за горами. И человек навредил сам себе по факту. Ну, застрелили, если они просто подрались и его застрелили в целях самообороны. Это не то, чтобы совсем они просто подрались. Видимо, не так уж просто. Ну, либо сержант тоже ёбнутый. Потому что газетные архивы это балдёж. В интернете описывают эту историю как самое короткое в мире заключение в тюрьму. Только вот я, получается, знаю немного больше. Одна минута в тюрьме – это не то, чтобы прям вау. Это в те времена норма и самый мягкий тюремный приговор. Таких случаев было очень много. И до той ситуации, и после. Были на 2 минуты, на 5, 10, 30. Всё зависит от степени тяжести преступления. Поэтому теперь вы тоже знаете больше. Спасибо за донат. Это взятка, сэр. Хорошо. Принимается. Можно любой из этих заголовков... Да не может считаться взяткой по закону, потому что сумма не превышает. Потому что донат – это дарение, а не взятка. Которую я нашёл брать и писать в интернете интересные факты. А моя задача... Любой из этих заголовков, которые я нашёл брать и писать в интернете интересные факты. А моя задача их находить. И я нашёл такой, который никого не оставит равнодушным. Готовьте то, чем обычно вытираете скупые слёзы. В 1987 году на одной из ферм в штате Небраска на свет появился гусь с одной особенностью. К сожалению, он вылупился без лапок. Но несмотря на это, он изо всех сил старался не отставать от своих сородичей. Всегда пытался их догнать, чтобы быть рядом с ними, чтобы быть, как все, не быть гадким утёнком. Но ничего не получалось. Такое случается довольно часто и так остаётся без внимания в глухих деревнях. Такова жизнь. Но этому гусю очень сильно повезло. В 1988 году... Я вспомнила этого петушочка с дефективными лапками. Да, я тоже про него подумал. Который в обувке ходит. Да, который теперь может довольно бегать и стал интернет-звездой. И такой тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Я такой думаю, у нас бы просто-напросто из него бы уже сделали суп. О, да. Эту трогательную картину увидел один американский ремесленник и благотворитель по имени Джин Флеминг. Никто даже и подумать не мог, что эта встреча станет настолько судьбоносной как для Джина, так и для гуся, которого назвали Энди. Мужчина забрал гуся к себе и всеми силами пытался облегчить ему жизнь. Сначала Флеминг разработал приспособление, похожее на скейтборд. Энди Гусь Проскейтер 4. Мог бы быть, если бы для него это было удобным средством. Но нет, нужно было кое-что другое, что-то простое. И тогда мужчина подумал, а почему бы не надеть ему на лапки детскую обувь? О. Да, Флеминг не прогадал. Именно эта идея не только позволила Энди ходить, но и сделала его знаменитостью. Трогательная история. То есть он был первым? Да, этот петушок был не первым. Идея уже была реализована. Слушай, классно. У него получается не то, что их не было, у него они были плохо сформированные лапки. Ну да. Бля, такое ощущение, что эта цепочка в него входит. Простите. Энди Гуся в маленьких кроссовочках попала в СМИ. Людей тронула эта история, и компания Nike предложила ему пожизненный контракт на поставку своей обуви. Круто. Энди Гуся стал не просто знаменитостью, он стал примером для многих детей с инвалидностью, которые им восхищались и вдохновлялись. Это рассказ о стремлении. Не только о стремлении Энди ходить, но и о стремлении Джина Флеминга что-то сделать для, казалось бы, обычного, гадкого утенка. Фух. Сильно, конечно. Я бы хотел, чтобы Энди и правда всю жизнь ходил в кроссовках Nike, но эта история не очень хорошо закончилась. Вы же знаете, что чем знаменитее что-либо, тем больше к этому внимания, и не только положительного. Энди исчез. И спустя время его тело нашли в парке. Это точно было убийство. Всех подробностей не хочу раскрывать. Люди были в шоке. Начали собирать деньги в фонд для поиска преступника, но убийцу так и не обнаружили. Или обнаружили, но не раскрыли его имя общественности. Блин, пиздец. Люди иногда такие больные, ублюдки. Нахрена, блин? Зачем было убивать животину, да? Возможно, это был какой-то фанат, который его где-то подстерег, увидел и что-то хотел сделать, и случайно убил. И в итоге как ссыкло спрятал тело. Возможно, он его похитил, чтобы попросить потом выкупы и случайно его угандошил. Тоже возможно. Вариантов много. Простите, да. Простите, что загрузил, но меня эта история тронула, конечно. Давайте отвлечемся. Поднимите руку, кто любит шоколад. Я люблю... Иногда. Не часто, но люблю. Но я не люблю рыбу. С детства какая-то неприязнь. Только в виде суши и роллов могу есть. В чем связь? В Финляндии существует компания по производству шоколада, который называется тайга. Туда добавляют ягоды типа черники, брусники, и его очень хвалят. Но как вам шоколад с рыбой? Что? Как вы себе это представили? Нет, это выглядит не так, как в вашей голове. Это буквально рыба в шоколаде. Рыба. Шоколад. Зачем? Теперь это рыба в шоколаде. Если у вас появился... Ох уж этот старый мемчик. Этот... Пенепл пен. Да-да-да. Рвотный рефлекс, то отменяйте. Говорят, это не то, что вы отвратите. Если у вас появился рвотный рефлекс, то отменяйте. Говорят, это не то, что вы отвратите. Это даже вкусно. Да, поверить сложно, но это совершенно... Сочетание соленого со сладким действительно хвалят. И более того, этот шоколад получает награды за лучший кондитерский продукт. Так что теперь моя цель это попробовать. Ну и еще их шоколад с кузнечиками и шоколад с мясом северного оленя. Ух ты, ё. Ну и продолжаем парад мерзости. Вы любите сувениры из разных стран? Вот представьте, что вам привезли не магнитик, как это часто бывает, а шариковую ручку из Японии. Что в этом удивительного? Посмотрите на нее внимательно и попробуйте не блевануть. Там глисты? Не говори только, что там глисты. Походу, да. Ауч! Или, ну да, наверное, глисты все-таки. Это не просто шариковая ручка. Это ручка с живым паразитом нематодой. Да что происходит с этим миром? А вот этот паразит вызывает инфекцию желудочно-кишечного тракта и в представлении не нуждается. Но вы, возможно, задумаетесь. Ну зачем? Ну мало говна в мире. Ну просто зачем, брат? Или сестра кто-то вообще придумал? Зачем кто-то это вообще придумал? Ответа нет. Просто оно там есть и все. Судя по всему, чтобы просто смотреть на паразита, как он там плавает, пока пишешь конспекты или подписываешь документы. Главное, случайно... Да-да-да, я тоже подумал. Я бы вообще эту ручку не облизывал. А вообще, сколько уж он там проживет, этот паразит? О, это что, та самая ручка из Японии? Ой, бля... Возможно... Как отучить ребенка жевать ручку и карандаш? Да, скорее, предуслечить его от глистов. Так что, если ребенок грызет ручки и карандаши, у меня одно время была такая привычка. Это, во-первых, происходит, когда у нее меняются зубы, а во-вторых, это происходит из-за нервов. У меня прям в труху были разгрызены ручки. И это длилось недолго. Но, зато я по отпечаткам своих зубов узнала ручку, которую у меня свистнула соседка по парте. Она так и не признала, что она ручку у меня свистнула, и она себе ее прихонырила, но она была с позором изгнана и перестала быть моей соседкой. Возможно, так начался фильм «Поезд в Пусан». Возможно, так начался фильм «Поезд в Пусан». Но выдыхаем. Во-первых, это было придумано как сувенир в магазине морепродуктов далеко от города. Во-вторых, продавался суперограниченной партией. В-третьих, признаки жизни паразит будет подавать недолго. Производитель обещает примерно пять дней. А потом червь умрет. И у вас будет ручка с трупом. Мне больше нечего сказать. Зато есть что сказать о последнем факте этого ролика. Он довольно большой и запутанный, поэтому приготовьтесь. Ответьте на простой вопрос. Как далеко вы готовы зайти ради чего-то очень важного для вас? Хорошо. А как высоко вы ради этого готовы взобраться? Это очень интересная и странная история о дружбе между человеком и природой. А точнее, одним деревом. Его зовут Луна, и это огромная тысячелетняя секвойя. Однажды в 90-е в этом районе началась вырубка леса одной корпорации. И мало того, что они просто все равнялись с землей, так еще из-за вырубки на склоне начался оползень, который уничтожил городок, находящийся ниже. Как вы думаете, что было дальше? Получается, пока были деревья, они своими корнями держали. Хотя, стоп, ну вырубка, это ж корни-то остаются. Ну, выкорчевывает обычно. А, ну вот, да. Вообще, в принципе, наличие, так сказать, зеленого ландшафта, оно препятствует эрозии почвы. И ее вымыванию, оползням. Спокойно, дамочка. Ну-ка, извиняйтесь, проклятые корпорации. Нет. Я вам дам по тысяче долларов и пойду рубить дальше. Фред, выпиши чек этим бедолагам. Выписал. Что вы хотели от гигантской корпорации, что они скажут «извините» и свалят? Нет. Они тут же начали рубить в том же месте. Людям не понравилось, активисты тут как тут. И в то время самым действенным методом было залезть на дерево и сидеть там, пока все не уедут. Помогало, конечно, не всегда. Обычно активисты и слезали, и дерево сразу зизип. Но не в этот раз. Это Джулия Хилл по прозвищу Баттерфляй. Она не занималась активизмом. Вообще, случайно оказалась на одном мероприятии по защите лицов и поняла, что этим она и хочет заниматься. И залезла на секвойю. Все такие Сейчас недельку посидит и слезет Сносите пока все вокруг нас И вот она ни разу не спустившись Пробыла там 738 дней Хера она там обустроилась Ну я так понимаю, ей еду и прочее подносили И домик она там себе организовала Что? Что? Да Прикольно Два гребаных года активистка сидела на дереве Спала в палатке, пережила штормы, холод, ливни Ее пытались шантажировать, угрожали Пугали с вертолетов, морили голодом Но все было зря Общественный резонанс поднялся неимоверный Была куча интервью прямо на дереве Об этом писали газеты и выпускались в телешоу Поэтому лесопилке ничего не оставалось, кроме как начать диалог В конечном счете Джулия с адвокатами Смогла договориться с корпорацией И небольшой островок деревьев Оставили в покое Вот так два года нахождения на дереве его спасло Мило? Это да, но история чутка глубже Во-первых, знаете, как она договорилась с корпорацией? Она заплатила им денег ровно столько, сколько стоило это дерево 50 тысяч долларов Люди, разрушившие городок и уничтожившие столько деревьев Вновь получают деньги за это И это, мягко говоря, разозлило многих активистов Блять, мне интересно, почему им ничего не было, если из-за них разрушился город и люди погибли, скорее всего Либо как минимум могли погибнуть А животные точно погибли Среди властей местных подвязки у них были Жесть Они начали обвинять ее в сговоре с корпорациями Срывали ее выступления и называли продажной Ведь та еще и посмела Выпускать книгу у крупного издателя Несмотря на то, что она побывала в тюрьме за один из митингов И просидела на дереве два гребаных года Я не могу поверить, что после двух лет жизни на дереве, не касаясь земли Этого все еще недостаточно для людей Потом появились люди, которые вообще обесценили всю ситуацию Ведь можно было выступить против, допустим, уничтожения сов в этих районах И попробовать предотвратить вырубку всего леса, а не спасти одно дерево за два года В общем, она не угодила всем Ну так сами бы и занимались тогда Да, а че вы сидели, это, жопу мяли Она не догадалась, она не знала, она воевала, скажем так, за то, что хотела Она и не была активисткой Люди, которые профессионально этим занимаются Они изучают законы, они цепляются за любой повод Она не была в этом деле профессионалом Ей никто не подсказал, не помог Где же вы раньше были? Мне просто нравятся люди, которые просто по факту сделанного приходят И указывают, где ты обосрался А где же ты раньше-то был? Не, я так понял, она не... Либо вовремя все скажи, либо уже заткнись Я так понял, она не то, что не была активисткой Она не была активисткой до какого-то времени В итоге стала активисткой Ну, да Но суть-то не в этом Она не обязана знать все Она активировала за то, за что хотела Ну, потому что скажут, что она не была активисткой до недавнего времени То есть опыта-то у нее не было Ну да Подсказать, видимо, тоже было некому Зато опосляв, нашлись умники Ага Хера, чем тогда другие активисты? Чем эти самые активисты, которые выебаются, занимались? Сами бы тогда тоже занимались активизмом? Куль вы сидели на жопе ровно? Всего леса, а не спасти одно дерево за два года В общем, она не угодила всем Но Джулия впоследствии рассказывает, что во времена своей молодости Она была такой же воинствующей И в прямом смысле ненавидела корпорации Первой мыслью, когда она залезла на дерево и увидела лесопилку, было Эх, была бы у меня ракетница Все бы поменялось Разумеется, не поменялось бы И хорошо, что из этой риторики она выросла И сейчас говорит, что вместо того, чтобы культивировать гнев на все вокруг Мы, просыпаясь, должны задать вопрос А что я могу сделать, чтобы этот мир стал лучше? Это работает эффективнее, чем ненавидеть все корпорации и вообще все вокруг Сейчас она продолжает заниматься всякого рода активизмом Это обычно работает так, что ты ненавидишь одни корпорации И пользуешься, так сказать, плодами деятельности других Песню Red Hot Chili Peppers can't stop Сейчас она продолжает заниматься всякого рода активизмом И даже попала в песню Red Hot Chili Peppers can't stop И вдохновила одну серию Симпсонов Подытожить можно фактом, что после ее спуска Какой-то вандал пытался пилой дерево спилить И у него почти получилось Благо нашлись добрые люди, которые сделали специальную систему фиксаций Дерево стоит до сих пор и успешно себя залечило Хоть и шансов было мало Такая вот многогранная история Я же говорила, что грудь прирос обратно Интересно, как вы к ней относитесь и на чьей стороне находитесь Я выбирать не буду, лишь рассказываю Истина, как всегда, где-то сзади Спасибо за просмотр Надеюсь, вы испытали весь... Этот этаж сейчас переделивает Это случайно был не родственник убийцы, гусика в обуви Инспектор эмоций Куча Пишите в комментариях, что понравилось больше всего И какой ролик ждете следующим Хочу напомнить, что дополнительные факты ждут вас на нашем бусте Где также есть секретный чат, только для подписчиков На лайв-канале есть много видео о том, как мы снимаем наше видео А в телеграм-канале есть наш телеграм-канал А в магазинах есть комиксы, и скоро там будет новая часть Да, эта концовка сама напоминает магазин на диване Уж извините, я часто забываю об этом говорить Решил все разом вывалить Сюда, гитарка Сейчас я пару дней отдохну Начну по новой всю эту Нет 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 Давай без песни тогда Нормально Это 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 Лицеприятные рифмы не нашлось, да? Скажем так Спасибо за просмотр Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok